Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев. И мне помогает сегодняшний репортаж делать оператор, который стоит за кадром. Это Матвей Аксютичев. И мы начинаем путешествие по Хайфу в преддверии чемпионата Европы по самбо 2023 года. Итак, мы начинаем репортаж. И начинаем практически у самого въезда в город Хайфу. Это место, чем оно интересно? Тем, что вот там, сзади меня, находится гора, так называемая. И вы видите, вот в начале горы это место называется пещера Ильи Пророка. Очень известное место, вообще исторический, туристический объект. Он недавно реконструирован. И его можно посещать всем гостям, кто будет на чемпионате Европы. Также вы видите, вот там немножко выше расположена Стелла Морис. Это тоже известное место в Хайфе, во всем Израиле и вообще в мире. Тоже туристическое, паломническое место. Ну, больше такая христианского направления. Значит, здесь также, вот буквально вот здесь, внизу с правой стороны, находится музей морского флота. Ну, или так называемый морской музей. Есть какие-то достопримечательности. Под нами проходит железная дорога, соединяющая Тель-Авив и Хайфу. Ну, туда дальше мы потом будем снимать, пройдемся по Хайфе, окончание города посмотрим, центральную часть города. Поднимемся на самый верх, так называемый Меркаса Кармель, где посмотрим вид сверху на Хайфу, Хайфский залив. Может быть, немножко заснимем порт Хайфовский, он такой из двух частей состоит. Ну, и дальше мы сейчас пройдем с вами по пляжу морскому, по бульвару морскому Хайфы. И по пути мы будем спрашивать у людей, знают ли они, что такое самбо, и что вот уже буквально через меньше чем недели состоится чемпионат Европы по самбо в этом чудесном городе Хайфа, в чудесной арене спортивной Ромэма. Пойдемте дальше. Ну, еще одна из достопримечательностей Хайфы – это две канатные дороги. Рядом с одной мы сейчас находимся. Мы немножко спустились с моста, где начали свой репортаж. И как раз у подножия вот этой горы, где находится пещера Ильи Пророка, находится первая канатная дорога. Вот сейчас вы можете видеть, как там вот едут такие вот кабинки. Это одна из канатных дорог. Вторая находится на выезде из Хайфы. Мы тоже туда попробуем добраться и снимем ее. Ну, а здесь, так сказать, практически начало длинного пляжа, по которому мы тоже с вами сейчас пройдемся и посмотрим, что есть на этом пляже. Так, мы находимся на Хайфовском променаде. В начале въезда в Хайфу, ну, не совсем в начале, вообще Хайфа начинается с Хофа Кармель. И оттуда есть такой хороший променад. Но мы находимся в такой больше центральной уже части Хайфы. Вот здесь такой променад вы видите. И вот там вы можете видеть впереди один недостроенный объект. Тоже такое историческое место. Это вообще начали еще строить, говорят, очень много-много лет назад. Там еще в прошлом веке. Якобы это было, так сказать, военное казино для военных офицеров еще вроде бы, там, не знаю, лет там доисторических. Ну, можно эту информацию прочитать в интернете, те, кто интересуется. Но этот объект так до сих пор недостроен. Во-первых, ну, и казино в Израиле запрещены, да, такие вот игровые вещи. Поэтому он так и остался недостроенным. Постоянно здесь гуляют люди. Очень хорошее место для отдыха. Ну, и в хорошую очень погоду, теплую. Здесь много кто плавает, много занимается серфингом и так далее. Я не знаю, что это самбо? Нет. Нет. Самбо? Нет. Самбо? Как, бразильский танец? Нет. Это как... Нет. Самбо? Это выглядит как самбо, как рикоть. Это не только хима. По данным человеком, это есть манометка на химаз. Самбо? Нет. Вы не знаете, что еще неделю появилось в европу у самбо? Это же бразили. Сейчас, когда ты сказала, что я слышал, что ты думал на фейсбуке. Б prima, один упost. но я не знаю, но не знаю, что это. Это время на войне. Как это будет? Варумама. 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 Мы находимся в нижнем городе, или так называемом начале Хайфы, где начиналось развитие этого города. Это немецкая колония. У меня немножко дальше, вот туда справа, находится порт Хайфовский, очень большой. А сзади меня вы видите Бахайские сады. Очень интересное место для тех, кто приедет на Чемпионат Европы. Я рекомендую его посетить, погулять там. Немецкая колония тоже очень старинное место. Вот эти все дома, которые справа слева стоят, построены еще в прошлом, даже позапрошлом веке начиналось строительство. И мы дальше с вами будем подниматься выше-выше, на Меркасо Кармели. Оттуда снимем большую панораму Хайфы и Хайфовского залива. И дальше расскажем, что еще есть здесь в Хайфе интересного. И потом передвинемся непосредственно в Ромео Спорт Арена. И вот мы забрались на самый верх Хайфы, так называемый район Меркасо Кармель. Сзади меня вы видите Хайфовский порт, Хайфовский залив. Очень крупное морское сообщение, куда приплывают корабли со всего мира. И также внизу находится старый город, различные учреждения государственные. А здесь, прямо чуть-чуть ниже, мы на таком променаде. Променад, который расположен у подножия, так сказать, у нулевого этажа двух очаровательных башен Дан Панорама, так называемых. Это Дан Панорама отелей, Дан Панорама такой жилой дом. Здесь променад и внизу улица Ефе Нов. Называется это очень красивая улица, по которой гуляют люди. Здесь очень красивые особняки стоят и хорошие такие площадки есть для того, чтобы можно было посмотреть на море, на вот этот прекрасный природный пейзаж, так сказать, морской. Насладиться хорошей погодой и так далее. Мы пройдем дальше, немножечко еще посмотрим здесь окружности, точнее мы посмотрим окрестности Меркаса Кармель. Здесь есть парк хороший и дальше движемся в сторону Ромео. А сейчас мы находимся также в Меркаса Кармель, только мы зашли в парковую зону. Здесь большой парк, много зелени, деревьев, также есть зоопарк достаточно большой и очень интересное место. Здесь вот если туда вниз спускаться, можно выйти пешком, пройти до самого моря практически к тому месту, откуда начинается хайф у моря. То есть Хоффа Кармель в самый низ. Я как-то в свое время гулял так. То есть такое ущелье, по которому можно идти, но достаточно долгий маршрут. Так что вот это еще одно из достопримечательностей хайфы. Здесь на Меркаса Кармель много ресторанчиков, много магазинчиков и жизнь постоянно кипит практически круглосуточно. И вот мы добрались до спортивной арены Ромео, где уже на следующей неделе стартует чемпионат Европы по борьбе с самбо. Город хайфа Израиль. Это в истории Израиля второй раз проводится чемпионат Европы. Первый чемпионат Европы в Израиле проводился в 1992 году и практически через 30 лет вновь Израиль встречает чемпионат Европы. Ромео Спорт Арена построена в прошлом веке, если мне не изменяет память, в 1972 году. Она была реконструирована в 2010 году. Эту информацию вы можете проверить в интернете. Но на сегодняшний день это многофункциональный спортивный и культурный комплекс, в котором проходят спортивные мероприятия самого разного уровня и масштаба, а также культурные мероприятия, концерты и различные политические собрания. В частности, что касается спорта, то в этом комплексе спортивном проводят свои игры такие команды известные и баскетбольные, как Макаби Хайфа и баскетбольная команда ХПЛ Хайфа. Это их домашний, так сказать, стадион. Поэтому я думаю, что для всех участников чемпионата Европы этот зал будет достаточно хорош для того, чтобы показать все, на что они способны и добиться максимальных результатов на спортивном ковре. Так что самбисты вперед! Ну вот, дорогие друзья, любители, профессионалы самбо, подошел к концу наш небольшой репортаж о Хайфе, о том, что здесь предстоит увидеть достаточно грандиозное и большое событие в мире европейского спорта, а именно чемпионат Европы по самбо. Мы вас познакомили вкратце о некоторых достопримечательностях Хайфы. Конечно, их еще больше, чем мы могли уложиться в этот небольшой репортаж. Но мы надеемся, что те, кто приедет в гости Хайфы, спортсмены, участники, они найдут время для того, чтобы погулять по Хайфе, поплавать в море средиземном, посмотреть и познакомиться более ближе с теми местами, которые мы показали и которые они сами найдут. Я прощаюсь с вами. С вами был Роман Карасев и Матвей Аксютичев, которые за кадром снимают все это. А сейчас я хочу, чтобы Матвей подошел сюда ко мне, и мы вместе с ним сказали шалом лекулям, да, и брехим обаим, так говорят. Да. Вот, здесь, в Израиле. Ну и, может быть, даже что-то скажет сейчас сам Матвей всем, кто приедет в Израиль на этот чемпионат. Всех очень ждем. Добро пожаловать. До свидания.